всем привет друзья с вами канал альпачина все мы любим заказывать различные интересные и необычные товары на алиэкспрессе но не все они безопасны а некоторые даже под запретом ввоза вашу страну даже если ваша покупка не может нанести вред здоровью то за нее могут дать реальный немалый срок или штраф что тоже огорчает вы можете спросить зачем мол тогда их продавать а я вам отвечу что в россии как и в других странах свои законы и они могут отличаться от всего мира и заказав некоторые вещи с али к вам могут докопаться ваша доблестная милиция чтобы сохранить свои нервы и не просидеть несколько лет в тюряге посмотрите это видео и вы будете знать что заказывать стоит а что нет да и в конце видео будет конкурс что тоже приятно и так давайте смотреть и начнем из флешки диктофона на 8 гигабайт она может записать 150 часов разговора ее можно применить также как обычную флеш накопитель запись производится в файл формата вав который может быть скопирован на компьютер при подключении устройства в порт юсб диктофон снабжен литий-ионным аккумулятором который позволяет записывать в течение 6 часов такое устройство попадает под статью 138 часть 1 уголовного кодекса российской федерации о незаконном обороте средств в предназначенных для негласного сбора информации лучшем случае вас ждет штраф до 200 тысяч рублей а в худшем лишение свободы на срок до 4 лет так что покупать такой товар я не рекомендую ну разве вам скучно жить или экстрима захотелось на втором месте у нас находятся все батареи и аккумуляторы это спорный пункт ведь многие хоть раз заказывали подобную продукцию и получали ее без проблем однако факт остается фактом запрет на перевоз аккумуляторов был введен в 2012 году после того как устройство с аккумулятором начала дымиться в самолете в начале 2015 годов сми сообщила аж о 9 случаях возгорания задымления или взрыва смартфонов после этих случаев авиапочта сообщила о своем решении считать аккумуляторы опасным грузом однако нерешаемых проблем не бывает и многие производители и продавцы чтобы не терять клиентов для перевозки используют например почту швейцарии сингапура и швеции шариковая ручка с видеокамерой с такой ручкой можно быстро и не привлекая внимание быстро сделать фото или видео высокого качества с разборчивым звуком а самое главное что никто не заподозрит шпионское устройство самой обычной шариковой ручки только проблема в том что эта ручка также подпадает по ту же 138 статью у к рф они законом обороте средств предназначенных для негласного сбора информации слышал что одного мужика задержали прямо на почте за то что он приобрел такую ручку вот как бывает лазерные указки согласно принятому законопроекту за угрозу безопасности эксплуатации транспортных средств из хулиганских побуждений хулигану будет грозить штраф до 80 тысяч рублей или срок заключения до трех лет если под угрозой безопасности воздушного судна то до 7 лет а вот если действия обвиняемого привели к смерти человека по неосторожности или к другим тяжким последствиям то хулигану будет грозить срок до 10 лет однако член кпрф во время обсуждения поправок заявил что разбираться нужно не с 14-летними хулиганами которые используют лазерные указки а с теми кто разрешил ввоз и продажу подобных приборов каждый день независимо от погоды или времени года на улице можно встретить людей в солнечных очках а вы можете представить что такие очки вполне может быть встроена скрытая камера подобные устройства также попадают под уже известную нам статью 138 у крэ за похожие очки несколько человек уже получила срок заказать алиэкспресса в россию отмычки можно вполне легально но вам обязательно докопаются с вопросами и претензиями возможно даже если вы не будете использовать отмычки по назначению найдется что-нибудь за что вас посадят просто так для перестраховки я люблю эту страну здесь есть правосудие теоретическое наказание за приобретение такого мелкого безобидного товара может составить до 20 тысяч рублей но если возникла необходимость открыть свой собственный замок ключи от которого вы благополучно посеяли то отмычку всегда можно соорудить самостоятельно ведь сам предмет не является незаконным противозаконным является его покупка или продажа стрелы для луков и арбалетов удивительный и очень парадоксальный случай когда стрелы также как и арбалеты и луки являются лишь спортивным инвентарем и продаются совершенно открыто и легально даже лицам до 18 лет то заказать их по крайней мере стрелы с алиэкспресс не только нельзя но и противозакона потому что стрелы попадают под статью 16.3 на эту статью будет ссылка в описании если у вас все-таки получится найти продавца который будет готов отправить вам стрелы в россию то вам за это будет грозить штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей сумма охоте небольшая но довольно неприятная gsm сигнализации очень удобны и позволяет оперативно реагировать на воров вот только в россии их тоже относят к и следящим устройствам и за покупку вполне можно получить до двух лет тюрьмы только в 2017 году за приобретение подобных вещей 23 человека выплатили штраф а еще пять попали в места не столь отдаленные пуговицы есть практически на каждой вещи гардероба и только параноики увидят в них хоть что-то подозрительные тем не менее пуговицы с камерой не так уж и редки и несмотря на то что такие устройства попадают под всю ту же 38 статью у хрф это мало кого останавливает и последний номер нашей сегодняшней подборке это кастеты большинство продавцов на алиэкспрессе уже перестали отправлять кассеты в россию хотя раньше их можно было заказать из всех товаров которые я сегодня вам показал кассет является незаконным по всем статьям потому что его заказ нарушает сразу два закона и это 16.3 co-op rf и закон об оружии ознакомиться с ними вы можете по ссылкам описание под видео если у вас получится найти продавца который готов отправить вам этот товар то будьте готовы к различным последствиям от банального изъятия на таможне до штрафов 2000 рублей а вот и конкурс приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона для того чтобы принять участие в конкурсе нужно подписаться на канал поставить лайк этому видео и написать какой товар вам считается абсурдным чтобы на него был запрет ввоза и покупки вашу страну надеюсь вам видео понравилось и оно для вас будет полезным спасибо что смотрите мои ролики и всем пока пока